Ребята, ну что сказать, у нас реальная беда Просто, просто капец, я не ожидал Приехал на стройку, все в воде Цоколь затопило полностью Высота уровня воды где-то около, наверное, 10 сантиметров У меня в подвале телевизор, микроволновка, пылесос Короче, все в воде стоит Телевизор помер Микроволновку еще мы как-то можем спасти Поехали, сейчас мы это все быстро с вами будем извлекать Как-то убирать воду, потому что это совершенно не дело Это сырость И надо разбираться, от чего она появляется Но я уверен, что это не нижняя вода Это не уровень грунтовки, это 100% Потому что рядом находится канализация под баню Которую, слава богу, мы выкопали И теперь я точно знаю, что это не проблема из-за нижней воды Это все сверху, это все сверху Просто неделю назад был хороший такой дождь Он где-то, наверное, неделю шел у нас В то же время таял снег И, короче, ход дало свой результат Так, ребята, 8 утра И мы жестко попали просто вот на такое веселое мероприятие А мне еще к пчелам надо Короче, делаем так Сейчас я устанавливаю какую-то автоматическую систему откачки Я уже придумал, как это будет сделано все Находим самое нижнее место уклона пола Туда мы устанавливаем шланг И у нас откачивать будет подвал сам А у нас еще есть кое-какие с вами сегодня дела Я уже придумал, как я буду запечатывать вот эти все отверстия Вот эта гадость, это, конечно, не дело Это все будет высверливаться А сюда мы будем запечатывать уже консистенцию раствора Которую я тут вычитал, придумал Которую вы подсказали в своих комментариях, ребят Спасибо вам большое Поэтому давайте-ка сейчас мы Короче, сейчас этот бак установим В него какую-то часть воды я наберу Шланг пока наберет мощь, откачивая от него А потом мы его просто переставим в самую нижнюю точку Нашего подвала Как не пойдет, как не пойдет Это тяжелое долго А, спина, да это себе знает Так, давайте придумаем другой вариант, ребят Ледяная вода Объясняю, что произошло Давайте лучше там расскажу Тут просто эхо большое Что произошло? Я взял шланг Один конец его опустил в канализацию Через канализационную трубу И он у нас, получается, опустился в яму канализации Она же глубже уровня И простой закон физики Это перепад высот, понимаете? Я его взял, подключил к скважине Включил скважину, пока из шланга Из того не пошла вода Потом резко опустил ведро Донес это все до бочки И опустил в бочку Сейчас вода качается из бочки Сейчас из нее заберется какое-то количество И мы сделаем проще Я возьму этот шланг и опущу его на пол Просто И придавлю чем-то И он будет качать вот этот уровень Там 5-7 сантиметров Который у нас налился в самом глубоком месте Он будет его откачивать Моя задача будет лишь подгонять Вот этих участков воду лопатой Ну, такая простая идея Пойдемте дальше Ну, пока мы с вами говорили Сколько ушло воды Тяга есть Все работает Вон, грязь уводят туда Сразу всасывает Так, ребят Вон там находится канализация Она проходит сюда И вот это место Оно потом будет у нас Не смотрите на этот кошмар Оно у нас потом будет Выше И здесь будет все выровнено Грунтом Короче, это все Что сейчас течет с подвала С самотеком Смотрите Вот, ребят Вот такая вот Простая система С самотеком Это сейчас с подвала у нас и утекает Поэтому Короче Время у нас есть Течь будет долго Погода сегодня не летная Вот мы и на пасеке И, друзья Я всем всегда В нашей стройке Советовал И буду советовать Лучший вариант Борьбы от усталости Это смена деятельности Устали строить Смените сферу Вашей деятельности Отдохните Либо куда-то съездите Либо, как я Приехайте на пасеку Поводитесь с пчелками Кайфаните душой И опять строить Самый лучший вариант Чтобы вам было все видно И понятно Покажу вообще принцип работы Что тут на пасеке происходит Для тех, кто вообще не в курсе Что мы тут делаем Итак, смотрите Смысл какой? Мы сейчас открываем улей Ну, жизнедеятельность пчел Зимой все равно Кое-кое происходит И что-то они тут делают Нехорошее в уле И наша задача Почистить его Раньше я как делал Я просто поднимал Несколько рамок отсюда Защищал стамеской Передвигал их Там зачищал И все Я пришел к выводу Что это неправильно Более правильно Это подготовить Сначала корпус Теперь я должен Просто взять Всех пчел И перенести В чистый Уже подготовленный улей Вот вся работа Заодно наша задача Посмотреть Сколько у нас Расплода готова На сегодняшний день Какие делители А какие у нас слабые Однозначно плюс Расплод Отличный Это уже четвертая рамка Смотрите Как сеет По-моему Шикарно О Друзяшки Смотрите Прямо сразу же И на маточку попали Смотрите Прямо Сразу в глаз попала Матка Красавица Видите Вот она Вот она Красавица Все матки У нас прошлогодние Потому что каждый год Мы делимся нашими пчелами С россиянами Вот она маточка Так я вот так Ее сейчас переверну Чтобы ее не придавить И установим ее В новый чистый улей И теперь у вас Закономерный вопрос Если вы перегрузили В это улья Что же будет с этим Объясняю Все просто Улья будет подготовлена И поставлена Последующую замену Вот эта штука Это прополис Вот он Чистый прополис Друзья Пчелки просто Полисуют на зиму Все отверстия Все входы И вот прям Чистоганом таким Кому надо Пишите Пришлю Сейчас по всем Законам жанра Мне должен Хлобысь Под глаз Укус пчелы Ну сейчас вечер Пчелки сегодня Очень хорошо потрудились Мы тоже Очень хорошо потрудились И все Мы возвращаемся Обратно На строечку Отдохнувшие Набравшиеся сил Давайте вот так Ребята Я уже успел Съездить на пасеку Вернуться А вода у нас В цоколе Еще все уходит Но уже ушло порядочно Посмотрите То есть Вот эта вся часть Я уже хожу Не в резиновых сапогах Уже просто в ботиночках Мне уже нравится Потому что Здесь стало прям сухо Осталось только вот это добить Но это я наверное Уже буду вручную Сейчас то что Не уйдет с шлангом Буду вручную Собирать в бочку А с бочки Уже таким же путем Откачивать Ну во всяком случае Мне приходилось Делать это в прошлые Разы так И вот в этой комнате И вот в этой комнате Еще проблема Здесь Видите Перепады Перепады высот Отстреляны не совсем ровно У нас получается Что дом как-то перевалился Вот здесь гор Оттуда и сюда У нас Немножко Все завалит Это не трещина На плите Не подумайте Просто Ну Такой я равнитель был Когда я заливал В 2012 году Эту плиту В 2013 А нет Ребята В 2013 Я сделал забор О котором Вы можете посмотреть В ближайшем видео И В 2014 Я начал Делать фундамент То есть ему 5 лет В этой плите 5 лет На которой мы стоим 30 сантиметровая Бетонная Монолитная плита Классная Ну сегодня Вы просто посмотрели Как чистится Как убирается Вода из скважины И что я делаю У себя Свободная От стройки Время Когда устаю И когда хочу Сменить сферу деятельности Вот самый оптимальный вариант Ребят Советую всем Я про пасеку Кстати у меня есть еще канал Этот Ну он Я его не веду особо Я просто скидываю Видосы некоторые про пасеку Вот я сейчас сделаю На него ссылочку Вот здесь Вот здесь Вот тут Да Тут кликайте Можете посмотреть Если вас пчелы интересуют Там Ну всякие прикольные видосики Там Медведь он приходил Как И так далее Посмотрите Может что понравится Есть еще один канал Еще один канал Я думаю что многие из вас На нем уже были Вот этот канал На нем я рассказываю Еще свою такую Лайв жизнь Что я делаю В свободное время Как мы отдыхаем Как мы ездим в тайгу Охотимся Рыбачим Кайфуем Потому что Стройкой стройкой Но надо еще и отдыхать Буду очень рад Видеть вас в гостях На этом канале Забегайте ребятки Сегодня был такой Небольшой Бонусный видос До скорых встреч А я наверное буду дальше прибираться Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok